Всем большой привет из Прованса. Вы на канале Жизнь Сибирячки во Франции. Нам с утром сегодня прохладно. 12 градусов. В Мистрале кажется, что где-то 5 градусов примерно. Мы приехали на почту. Сейчас отправим посылочку Светлане. Светлана, привет тебе большой. Бонжуу, Александр. Посмотрим, сколько это будет стоить. Пойдемте отправлять. Вон она посылочка с новогодними подарочками. С запозданием. Но все-таки, вот смотрите, нам нужно поставить вот такую вот штучку. Потому что здесь по времени. Сколько? 1 час? 1 час. А, вон она же написана. С 8.30 до 12. Максимум 1 час 30. Можно здесь припарковаться. И обязательно вот эту штучку нужно положить. Как она называется, я не помню. Если больше, то с тебя штраф. Парковаться можно с понедельника по вторник. Оржурферье. В праздничные выходные дни. Наверное. Сколько хочешь. Идем. Почта у нас. Вы уже были на нашей почте. Но цены, наверное, изменились. Посмотрим. Это мы делаем на аппарате. КОНГ. 4 килограмма 4 килограмма выбираем, выбираем, потом вам скажется вот она, 14,65 нет, нет нет, но это автоматически все, отправили мы посылочку в Париж, почти 4 килограмма 4 килограмма нам обошлось вы видели 14 евро, 65 центов конечно из-за того, что бензин повышается повышается и цены на на почте тоже самое я думаю, что это во всех странах где есть повышение горючего мы сейчас поедем сделаем закупочку поедем в большой магазин почему в большой магазин, мы там давно не были посмотрим цены сравним, потому что вчера я ходила в наш магазин в интермарше и с каждым днем становится здесь невыгодно покупать потому что наш директор повышает цены каждый день я вам сделала обзорчик вчера я там купила самое необходимое я хожу, покупаю здесь только самое необходимое а когда нужно какую-то такую большую закупку делать то лучше конечно ехать в большой магазин в биомагазин вы мне говорите Лена, ты покупаешь только в биомагазине перестань покупать мы уже там сто лет не были в биомагазине я заезжаю только для того чтобы купить то, что не могу нигде найти например, пектин или еще что-нибудь остальное все я покупаю в обычных магазинах и даже овощи и фрукты вот раньше больше покупала в биомагазине это правда и люблю я биомагазины но но, но вот но ничего страшного что еще хотела сказать сейчас только мы собрались уходить из дома раздался звонок говорит к вам снова придут проверять так по-французски знаю слово по-русски сейчас вспоминаю вентиляцию воздуха она у нас уже сломалась больше года назад и вот мы с Александром сменялись во Францию уже четвертый раз к нам приходят все время разные люди залезут проверят говорит ладно подадим заявку сегодня снова звонок в дверь пришли двое с лестницей посмотрели а да да точно сломалась подадим заявку я говорю и что они так пять лет будут ходить и проверять и каждый будет говорить одно и то же Александр говорит ну вот такая администрация во Франции столько ступеней нужно пройти сначала в течение нескольких лет будут вам ее ремонтировать эту вентиляцию в доме вот вы мне пишите за свои деньги уже давно бы отремонтировали за свои деньги давно бы отремонтировали если бы был наш дом это точно а так должна ремонтировать мэрия вот наговорила я вам все всего если будет что-то интересное а температура снижается 11 градусов хотели еще успеть в Даниэль съездить но не знаю успеем или нет сегодня у Александра всего два дня и потом он все выходные работает но потом у него целая неделя отпуска будет потому что как всегда работает ночью перерабатывает и нужно забирать дни переработанные кстати во Франции начались скидки вчера здесь скидки мне уже пришло куча разной рекламы из всех любимых магазинов там в Зарахум столько всяких скидок я посмотрела красивые там нужно может быть съездить в Экс-Ан-Прованс потому что в нашем там магазине меня заинтересовало несколько вещей хорошие скидки до 50% ну не знаю в самом магазине будут или только на сайте я же хотела купить скатерть и там на скатерти ну небольшие скидки но 38% где-то на скатерти на льняные посмотрю может быть будут еще побольше потому что скидки же идут в три этапа у нас во Франции в этом году не знаю Светлана ездила вчера в Икеа и говорит что там не было никаких скидок французы покупают в этом году не очень много но это нормально потому что скидки начинаются сразу после новогодних и рождественских праздников и французам эти скидки они такие самые нелюбимые можно так сказать потому что они же очень много денег истратили на Рождество на Новый год на подарки и так как я вам помните рассказывала что в декабре зарплату многие функционеры во Франции получают на 15 на 10 12 дней раньше чем обычно например если зарплата 24 26 то ее выплатят в декабре где-то числа не знаю 12 15 раньше намного чтобы французы могли ее потратить и закупить подарки а следующую зарплату выплатят нормально и поэтому французам надо доживать до следующей зарплаты которая будет только в конце этого месяца в январе и у них не остается много денег чтобы тратить на скидки а так они очень любят скидки покупать что-то на скидках особенно одежду особенно там для дома что-то так кто-то не соблюдает правила дорожного движения здесь перерезает а или гумфлей а да а гумфлей там обнаглеть вот сколько у нас бензин здесь стоит евро 77 бензин бензин уже бау 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 лан поехали Александр решил залить немного бензина здесь он на 3 цента подешевле аж на 3 цента но у нас еще немного есть но если поедем к Даниэль то лучше немного добавить мы вроде как не собираемся потом он целую неделю будет работать и он не любит чтобы заливать заранее потом посмотрим на цены сейчас он зальет немного и я вам покажу сколько это будет стоить на этой заправке возле большого магазина Leclerc вспоминаю ваши комментарии во-первых огромное спасибо за все ваши комментарии за активность на канале за то что комментируете за то что смотрите видео о Франции был такой комментарий про то что я показывала вот эти вот коробки для одежды которые прям были отогнуты разрезаны кто-то сказал что это скорее всего не французы а может быть иммигранты я точно не знаю может и французы может быть иммигранты кто-то написал как-то быстро французы обеднели а там моя подписчица уже давнешне ответила на этот комментарий обеднели но не все французы обеднели это в принципе такая общая тенденция инфляции что у французов там у французов конечно стали покупать меньше и бюджет у них сократился потому что поднимается все и она написала беднели постепенно да беднели постепенно это точный ответ поэтому все происходит так по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть чтобы не было так заметно поэтому да беднели беднели постепенно вот еще мне там мой подписчик предложил грецкие орехи ой вы нас собрались наверное все подкармливать скоро будете нам посылки высылать я смеюсь спасибо вам огромное что вы заботитесь о нас помните о нас и любите нас мы вас тоже очень-очень любим спасибо вам огромное просто даже вот прочитать такой комментарий что кто-то тебе предлагает что-то это очень ценно вообще я мы с александром всех вас благодарим что касается владислава многие написали увидели что у него высыпание посоветовали мы даже написали на почту посоветовали витамины тоже огромное спасибо он пропивает витамины но скорее всего у него даже не от свинины кто-то там написал он ее очень редко ест и не от сладкого но он не любит сладкое у него скорее всего гормональное это все есть иногда вообще лицо чистое и иногда лицо такое ну высыпание да но конечно он обожает мучтое может быть это на глютен но сказал владислав переживает владислав у нас такой человек у него такой характер он вообще не переживает все я пошла потому что александр меня уже торопит ну вот они скидки и хорошие такие скидки смотрите курточка осенняя тоненькая ребенок 50 процентов было 45 сейчас 22.97 вон там продают линжери то есть нижнюю ой белье тоже неплохо и здесь давайте немного поснимаю вам пока александр меня ждет а это вот это по аппараты разные кофеварки за 24 евро стали в принципе на соль да можно найти это мулин экст стрима 143 стоило а сейчас 71 ну кому что надо а вот смотрите кофеварочка минус 20 любимая француза любят эту кофеварку стоит вместо 60 29 минус 20 евро ладно тебе пара герделя соль сериал гарт живой варна соль возьмите чего это же различные полотенчики 30 процентов алекс куда-то пошел говорит ты пока поснимай разрешил мне поснимать сумки вместо 24 стали 12 некоторые ну всякие всякие сумочки 15 французенки смотрят а куда он убежал не знаю куда убежал на чашки по одному евро уже для аперитива все разобрали ух посуду быстро разбирают смотрите были 14 евро в кастрюле сейчас 8 и все разбирают все все разбирают вот да шарпу 3 была 18 сейчас 9 евро ну выгодно в принципе если что-то надо то выгодно вот смотрите аааа не знаете что надо я пойду посмотрю ланчбокс 24 евро стоил ничего себе а сейчас 4 что так дорого стоил коробка пластиковая этот 18 стоил сейчас 3 евро для детей ну классно кому нужно а это известная марка на житель 80 процентов смотрите кастрюля стоила 62 евро сейчас 12 80 процентов ничего себе кастрюля у нас много все вся всего пойду я кое-куда посмотрю кое-что что мне нужно только бы найти мне это александра меня потеряет ничего страшного но на мне как всегда когда на что-то нужно нету скидок то что мне нужно мне термос нужен хороший термос вот такой но на них нету скидок которые были бы с широким горлышком нужно наверное у китайцев посмотреть вот они самые лучшие и стоят они 19 и 21 евро ха-ха-ха ха-ха скидок нет пойду искать александра наверное книги смотрит у него любимая полка это книжная может есть а вакет а вакет а вакет он там знакома увидел он валяш или у тебя парли он и парли там его знакомый ищем пакетики для чая байзон тушанжи они полки поменяли я теперь вообще не знаю смотрите какие красивые салатники 28 все жулиса жембе ирогерта в интерьере ирогерта в интерьере в интерьере хлебницы помните у нас были хлебницы вауэс хлебницы что ты в конец не забыл но это не лошади аван это у боку может быть сейчас ты знаешь или в квартире для квартиры для квартиры это нет это для фузы ты не помнишь это не это фузы это это я хотела чашку Александру купить он чай пьет заварником сразу ну вот где она эта чашка в актере или с с с с с его мы сделали покупки Здесь у нас овощи, но сейчас пообедаем и мы поедем в Грам-Фрей, потому что в Лёклер в магазине овощи достаточно дорогие, я там только покупаю био-яблоки, они замечательные, потому что я люблю использовать с кожурой и в принципе редиску купили, апельсины купили, большой пакет, нужно заехать за пептином. Здесь у нас паштет любимый Александра, кофе и лапша, ничего интересного. Заморозки купили, подождите, я тут выключу микроволновку и хотела вам показать креветки. Смотрите, какие замечательные, огромные креветки мы купили на обед. Здесь у нас 336 грамм. Стоили креветки килограмм 16 евро 65. Если поменьше калибром, то они стоили 14 евро. Если вообще малюсенькие, чтобы готовить блюдо, в паэлью добавлять 12 с чем-то евро. Вот мы заплатили 5,70 и купили курицу. Курицу на гриле, посчитали, что филе куриное покупать дороже, чем купить уже готовую курицу, так как она приготовлена, не тратишь электроэнергию. И курица такая вот, точно такая же, но сырая, стоит 10-14 евро, а готовая стоит 6,95. Но нужно выбирать, чтобы она была вот написана сертифиес, сертификатом, без ГМО и чем ее кормили. Поэтому иногда вот курицу выгодно купить большую на всю семью и не заморачиваться с готовкой. Все, мы кушать. Еще кое-что хотела вам показать. Смотрите, вчера я была в нашем деревенском магазине и думаю, куплю-ка я хорошую свинину, потому что мои мужчины иногда любят. Я не очень, но если это филе, то почему бы и нет? Иногда в свинине меньше жира, чем в каком-то другом мясе. Вот. И смотрите, я покупаю, вам даже сделала обзор на канале Худеем по-французски, Сильна Францпродуктов. Говорю, свинина недорогая, 8,90 килограмм. То есть здесь у нас 311 грамм на 2,77. Сегодня приезжаем в магазин Leclerc. И смотрите, сколько свинины. Александр Виндил говорит, давай будем брать, потом распределим и заморозим. Смотрите, сколько за килограмм. 2,35. 8,90 и 2,35. И вот это еще и при этом филе, а это кот. То есть это бок, там косточка, а здесь нету косточки. Филе. Ну тоже кот, но филе. Вот. И 3, вот за это все. Здесь у нас килограмм, почти 300 грамм. Вышло 3 евро всего. Поэтому вот такие разные цены. Ну вот, день закупки закончился с Александром. Еще заехали мы в магазин Lidl. Сейчас по-быстрому покажу, что купили. Мы купили... Нет, это мы купили морковь Grand Frey. Французская морковь. Мы большие любители морковных всяких салатов. Поэтому нам моркови нужно много. Также мы любим готовить суп-пюре. Есть замечательный суп-пюре из тыквы, из моркови, из лука. Поэтому мы купили 1 килограмм, стоит евро 25. Мы купили сразу большой мешок, где там 2 или 2,5 килограмм. Поэтому нам надолго. Я и тру морковь, ну вообще все. И рыбу, даже если она недорогая, с морковью и с луком, это очень вкусно. Что купили в магазине Lidl? Была выгодная цена на индюшку. Вот такое филе индюшки килограмм стоило 8,90. Поэтому сейчас я распределю по пакетикам. Да, забыла сказать, морковь обязательно храню вот в таких пакетах. Убираю из магазинного пакета пластикового и храню в пакетах для заморозки. Лучше, чтобы они закрывались. Тогда морковь не становится мягкой и хранится очень-очень хорошо. Вот. Сейчас так же поступлю, как и со свининой, с мясом индюшки. И хватит нам здесь тоже надолго. Еще было очень выгодно взять... Сколько здесь грамм? 250 грамм. Это испанская голубика. Я увидела супер рецепт у француза, француженки. Она делала пирог из черники. Использовала черничное варенье и сверху запосыпала черникой. У меня черничного варенья не оказалось. Я его забыла сегодня купить. В Lidl было. Но у меня зато есть из клюквы. И я думаю, будет очень вкусно. Я сделаю пирог из клюквы, повидло клюквы и сверху черника. Она там вообще не заморачивалась. Она делала маленькие тарталетки. Может быть, сделаю маленькие тарталетки. Она даже никакой крем туда не добавляла. Я, может быть, добавлю миндальный крем. Ну, посмотрим. Вот так каждая 250 грамм стоила меньше 1 евро. 99 центов. Оставалось 2. Я вот забрала. Что еще? Я обожаю сладкий перец. Вы знаете, что я делаю бутерброды на сладком перце. И перекусываю. И утром на бутерброды добавляю. Ну, сладкий перец. И фаршируем мы. Поэтому сладкий перец мы любим. Это мы заехали в Гранд Фрей. Там такие сетки стоили по 2 с чем-то евро. Это недорого, потому что у нас килограмм в Интермарше почти по 4 евро. Взяли такую сетку. Огурцы. Огурцы вчера я вам говорила 1 евро 70. У нас 1 огурец. В Гранд Фрей было не очень выгодно. 1 евро 50 огурец. А вот зато в Лидоле было огурец 1. Органика. 1 евро 25. И не органика. 1 евро 25. Поэтому я взяла огурцы. Самые любимые овощи Владислава. Также цикорий в Гранд Фрей был не очень дорогой по евро с чем-то. Цикорий в этом году очень дорогой. Я вам говорила. Почти 4 евро в килограмм. И взяли вот такие проросточки. Это не в биомагазине, а в Гранд Фрей теперь. Изменили упаковку, стали делать проростки вот такими большими упаковками. И стоит такая упаковочка евро 50 и евро 90. Вот это стоит лук порей евро 99. У меня Александр очень любит вкус лука порея добавлять и в суп эти проростки, и особенно на салат. И что еще мы взяли? Это мы взяли в Гранд Фрей большой пакет картофеля. Так как готовим сейчас суп. И я готовлю гротен де фенуа. Все рецепты есть на канале Худеем по-французски с Алина Франс. Это мы взяли евро 25 килограмм. Но тоже картофель выходит недорого, если берешь большими упаковками. Ну и лук. Лук у нас уходит очень-очень много. Такая 1 килограмм стоит тоже евро с чем-то. Вот такая у нас была овощная закупочка. Что еще у нас было? А, бананы были 6 штук 99 центов всего. Я уже их убрала. Вон там бананы, сейчас вам покажу. Вот они, вот эти зеленые взяла. Буду из них брауни делать. А потому что Александр и Хисений съест. Киви Владислава, он обожает. Три штучки стоили 1 евро. И взяли вот такую мускатную тыкву. Мускатная тыква из Прованса. И стоила тыква где-то 2,25. Ну, можно взять большую, можно выбрать маленькую. Они там были почтучно. В принципе, наверное, все, что мы взяли. Ну, заморозку я вам показывать, наверное, не буду сегодня. Все. Всем пока-пока. Вот такой у нас закупочный день. А я, наверное, даже себя сегодня во блоге не показала. Была такая занятая. Сегодня целый день. Первый раз у нас такой день. Мы попробовали, мои хорошие, закупиться сразу, чтобы я не ходила каждый день в магазин. Ну, если там столько хлеб нужно будет купить или какие-то молочные продукты. Да, молоко у нас очень подорожало. В Лидоле еще ничего. А вот в большом супермаркете молоко, каждая бутылка уже стоит евро 59 где-то. Хорошее молоко, хорошее молоко. А вот остальное молоко, да, молоко раньше столько не стоило. Никогда молочные продукты подорожали. И первый раз мы решили сделать такую закупочку. Вы меня спрашиваете, Лена, сколько у тебя на месяц на трех человек выходит на питание? У меня сумма по-разному. Я, давайте как делаем так. Давайте, я вот этот месяц провожу тест. Сейчас я посмотрю. Вот мы первый раз сделали такую огромную закупку. И мясо, и там чуть-чуть рыбы не очень много было. Поэтому рыбу там придется докупать. И потом, в целом, я скажу, сколько у нас на месяц на троих человек. Я готовлю очень много. То есть, я почти ничего увидели. Я покупаю готовое. У меня одна пачка супа на всякий случай. А так я все-все готовлю сама. И поэтому, в основном, такие продукты. Сырые, можно такие. Ну, настоящие продукты. Я вот сейчас еще вам забыла показать. Купили целую сетку большую апельсин и яблок. Яблоки я вам, кажется, показывала. Вот. Поэтому, буду готовить. Все, как всегда. Если какие-то новые рецепты, буду вам записывать. Купили также муку, чтобы делать самой тесто. Единственное, слоеное тесто я купила. Но оно было недорогое. По евро чем-то, чтобы сделать. Завтра буду делать королевскую галету. И поэтому, я все посмотрю. И потом вам скажу сумму. А напишите вы в комментариях, сколько ваш человек в разных странах будет очень интересно. И сколько у вас уходит примерно на питание. Или вы не считаете на питание. При тем, что меня сегодня опять назвали. Я там в машине сидела с крягой. Что всегда нас сравнивают с сестрой. Но это постоянно, что я сильно такая экономная. И показала вам косметику грязную. Я сильно опозорила и Францию, и Россию. Вот так я опозорила Францию, и Россию. Просто показав любимую косметику. А что же я ее должна выбрасывать? Если она мне нравится. Я уж допользуюсь. Вот такая я экономная. Кто бы написал, да, ты вот такая экономная, поэтому и покупаешь потом квартиру. Ну, наверное, поэтому и покупаю. Кто-то сказал, на одну зарплату невозможно покупать квартиру. И вот им возможно. Посмотрите мой блокнот изобилия, как я его вела и ввелу, веду на канале Экономная Сибирячка во Франции. Все. Жадюка будет с вами прощаться, потому что я сегодня устала. И буду разбирать продукты и готовить ужин. Всем пока-пока. Продолжение следует...